Добрый день, уважаемые коллеги, уважаемый президиум. Прежде всего, я хочу высказать слова глубокой благодарности за предоставленную возможность выступить на столь высоком и авторитетном уровне. Мое выступление, конечно же, наверное, не будет иметь такого очень направленного научного характера. Скорее всего, это тоже своеобразный крик души по той ситуации, которая сложилась здесь и в Новосибирске. И мой доклад будет перекрещиваться с докладом Замиры Ахмедовны, потому что, наверное, эта ситуация, с которой мы сталкиваемся, она, в общем-то, актуальна и для многих регионов России. Итак, еще раз хочу напомнить, несмотря на высокий профессионализм аудитории, что же объединяет опухоли головы шеи. Вот, и так как сегодня разговор у меня идет о гортане, я выделил его отдельно. Вот, и хочу сказать, что заболеваемость гортани, раком гортани составляет где-то, ну, 5-21% где-то от всех локализаций головы и шеи. Это уже об этом сегодня же уже и говорилось. До 90% это плоскоклеточный рак. Итак, этот слайд мы видели, отдельно хочу, выделена гортань, напомнить о том, что действительно большая часть пациентов обращается уже в довольно-таки запущенном состоянии. И вот здесь, вот здесь, да, и заболеваемость данной локализации, она как раз вот не входит в топ-6 по выявленным заболеваниям, а по летальности обошла уже ракоприцательные железы и заняла пятое место. И вот здесь мне бы хотелось как раз сделать акцент на ту проблему, с которой мы столкнулись в Новосибирске и Новосибирской области. Если посмотреть по заболеваемости на 100 тысяч населения, то здесь отмечается тенденция к, вообще-то, к уменьшению вот этих показателей. Пятилетняя выживаемость также остается стабильной и как будто бы одногодичная летальность тоже до 2021 года остается более или менее на приемлемых цифрах. Вот это, но, когда мы посчитали, что же происходит в 2022 году, а данных по России и Сибирскому федеральному округу пока нет, то мы столкнулись с очень интересной ситуацией. Одногодичная летальность резко пошла вверх. Почему? Если заболеваемость снизилась, а одногодичная летальность стала увеличиваться, то, видимо, для этого должны быть определенные причины. Ну, это вообще смертность от заболевания, она приблизительно остается стабильной. И вот эти данные мы разделили даже отдельно по 2019 и 2020 году. Смотрите, запущенность, гортань 25% в 2019 год, 2020 год 27,5% и уж совсем неприличные цифры получаются в 2021 году. А если посмотреть в 2022 году, то вот эта цифра увеличилась по сравнению за три года почти в два раза. Конечно, должны быть какие-то объективные причины этому. Здесь, конечно, можно говорить и о теологических моментах, которых я тоже хочу понять, и о особенностях течения, и психологических моментах со стороны пациентов. И, тем не менее, мы начали, конечно, с факторов риска, которые здесь уже тоже освещались, но хочется еще раз отметить. Наиболее часто это, конечно же, фактор курения. По данным Всемирной Организации Злорасправления, употребление табака было причиной рака гортани у 85%. Также длительный прием алкоголя, повышенная задымленность, контакт с пылью, содержащий различные химические вещества и так далее. Ну и, естественно, о том, что говорилось уже сегодня, что есть синергизм между курением и злоупотреблением алкоголя. Вот приведены модифицирующие факторы риска онкологических заболеваний. Посмотрим последние. Алкоголь, ожирение, курение. Вот эти три фактора значительно увеличивают вероятность развития злокачественных заболеваний. Этот слайд, наверное, уже все видели. Здесь приводятся данные о увеличении риска при потреблении табака. Это в 10 раз, а синергизм вместе курением и алкоголь до 35 раз. То же самое демонстрируется и на этом слайде. Россия занимает действительно шестое место после вот этих вот стран по числу курильщиков на миллион населения. Но когда мы посчитали у нас в нашем городе и в нашем регионе, то оказалось, что Новосибирская область занимает, ну я даже был этому удивлен, пятое место среди всех российских регионов. Это очень много и это действительно большая проблема. Механизм действия злокачественной трансформации за недостаточным временем, я думаю, наверное, освещать смысла нет. Это понятное дело, что канцерогенные факторы вызывают различные мутационные изменения в клетках онкогенных онкосупрексоров. В конечном итоге они трансформируются в злокачественные образования. Положение курения негативно влияет и на общую выжимаемость. Здесь приведены вот кривые, разность между курильщиками и некурильщиками, бывшими курильщиками и недавно бросившим курить. Так как я сам хирург, поэтому я не буду затрагивать вопросы химиотерапии, лучевой терапии, влияния курения на эти моменты лечения. А вот курение и хирургическое лечение здесь, конечно же, необходимо отметить, что компоненты дыма, они вызывают периферическую вазоконстрикцию и снижают способность гемоглобина перенесить кислород. В общем, все здесь факторы, которые приведены, они негативно сказываются на введении ближайшего и отдаленного послеоперационного периода. Вопрос. За сколько же все-таки, наверное, человек должен бросить курить, чтобы как можно максимально нивелировать вот эти изменения, связанные с курением? Ну, как бы доказано вот здесь, что не менее чем за две недели риск небольшой, но если больше 6-8 недель, то значительно снижается риск развития различных послеоперационных осложнений. Таким образом, отказ от курения как бы неотъемлемая часть терапии. Отказ от курения должно быть и методом, мером профилактики послеоперационных осложнений. Я думаю, что, наверное, всех, ну, наш контингент, он особенный. Мы их вообще иногда называем тихие порядочные алкоголики, с которыми можно говорить, но не всегда такое возможно. И поэтому отказать, человек отказаться от курения, когда он пить, курить, ходить и материться одновременно, это очень сложно. Это большая проблема, наверное, во всех регионах и во всех лечебных учреждениях. Но, тем не менее, мне бы хотелось в качестве примера продемонстрировать один случай, который прошел через наш отделение. Это вот действительно очень выраженный распространенный рак гортани, который поступал к нам в отделение уже после наложения трахеостомы по поводу острого нарушения проходимости верхних дыхательных путей. В одной из больниц области к нам поступил для дальнейшего уже радикального лечения. Ну, вот этим картинкам вы видите о том, что этот пациент, он, наверное, последние года провел в таких санаториях, где все эти факторы риска были весьма актуальны. Но это не рекламный трюк, и с ним был проведен разговор еще на амбулаторном этапе. Человек действительно бросил курить и поступал к нам на лечение уже не курящим. Сложность этой операции была в том, что опухоль распространялась с гортани до шейного отдела трахеи. И нам потребовалась резекция не просто экстрепляция гортани, но и резекция шейного отдела трахеи. И чтобы закрыть вот этот вот дефект, чтобы сформировать загрудинную трахеостому, это достаточно сложная манипуляция, был предложен такой лоскут, как из передней поверхности грудной клетки был выкроен кожаный жировой лоскут, и в виде воронки туда завернут за грудину. Вот это его окончательный вид, окончательный вид этого пациента. А это вот данные, которые мы показывали уже после операции, о том, что расстояние от корины до вот этого трахеостомического отверстия, точнее не трахеостомического отверстия, а до уровня резекции трахеи, составляла 3,5 сантиметра. Анестезиологи, когда переинтубировали, они видели корину через шею, то есть это все было наглядно. И то, что такой пациент, который длительно злоупотреблял различного рода проблемами, он прошел в послеоперационном периоде, ну, очень даже хорошо, не было никаких осложнений. Конечно же, говорит о том факте, что и отказ от курения, наверное, сделал свое дело. В Михаилу Ивановичу Давыдову были сформулированы в свое время основные постулаты онкохирургии, как онкологическая адекватность, максимальная безопасность и высокая функциональность. Так вот, второй постулат, это максимальная безопасность, наверное, должен четко перекликаться с проблемой антикурительного направления. И профессор Майкл Рассен, британский психиатр, один из основоположников данной концепции. Американское исследование по снижению от табак курения, конечно, позиционируется на трех основных моментах. Это, во-первых, не начинай, не употребляй табак или постарайся отказаться от него, или переходить на, наверное, такие моменты, которые обеспечат переход на менее вредные компоненты. Хотя, если честно сказать, курение различного рода электронных сигарет, наверное, тоже оказывает отрицательное влияние. Таким образом, хочется заключить, что продолжение курения во время проведения какого-то вида лечения, онкологического, естественно, оказывает негативное влияние. Отказ от курения должен стать важнейшим компонентом лечения рака всех онкологических программ. И для тех пациентов, которые не могут отказаться от вредной привычки, целесообразно рассмотреть возможность использования концепции снижения вреда. Своё выступление я хочу закончить словами очень известного эндокринолога Элёта Джослина, который сказал так, что гены заряжают пистолет, а стиль жизни нажимает на спусковой крючок. Я думаю, что это выражение как никогда актуально именно для пациентов локализации опухоли головы и шеи. Спасибо за внимание.